В Омске на красном пути столкнулись пять автомобилей. Авария произошла утром. Удар был такой силы, что одну из машин выбросило в кювет. Подробности в нашем сюжете. Я ехал по полосе. Со встречки машина вылетела и все. Создали экстренную ситуацию. Перед ним машина резко остановилась. Все. Он ушел влево, ну и въехал у нас. Водитель Тойоты Короллы рассказывает, все произошло внезапно. В его машину врезалась красная Мазда, которая выехала на встречную полосу. Именно эти два автомобиля пострадали сильнее остальных. Переднюю часть машин сплющило. Удар был настолько сильным, что Мазду вновь отбросило на свою полосу движения. Там она столкнулась с Мерседесом. А тот, в свою очередь, отправил в кювет Ниссан. Произошло столкновение машин вот здесь на повороте, где разворот разрешен. А вторая машина, Мерседес, уходила от аварии и сталкивает меня на обочину. Еще одним участником ДТП стал водитель ВАЗа. В него врезалась столкнувшаяся с Маздой Тойота Королла. По средней полосе я ехал, не превышая установленной скорости. Например, полтинник ехал. На меня из левого ряда откинуло Короллу. Очевидно, что это удар с Маздой. Попытался остановиться, насколько возможно. На место ДТП выехала следственно-оперативная группа и машина скорой помощи. К счастью, медицинская помощь водителям не понадобилась. В результате дорожно-транспортного происшествия водитель автомобиля Тойота Королла, мужчина 1977 года рождения, также его пассажир, женщина 1988 года рождения, и пассажир автомобиля Мазда, 11-летний мальчик, были осмотрены медицинскими работниками на месте дорожно-транспортного происшествия, после чего были отпущены. Из-за массовой аварии на Красном пути образовалась двухкилометровая пробка. Окончательно причины ДТП установят в ходе проверки. Елизавета Василевич, Евгений Русенко, Анатолий Серов. Новости здесь, Омск. Еще одна массовая авария произошла у Шинного завода. Там тоже столкнулись пять автомобилей. Об этом сообщают пользователи соцсетей. К счастью, никто не пострадал. По словам очевидцев аварии, виновник ДТП уснул за рулем после ночной смены и спровоцировал столкновение. Субтитры создавал DimaTorzok